Бумно. Так, всем добрый вечер, дорогие друзья. Надеюсь, мне классно слышно. Пока собираются мои уважаемые подписчики. Для тех, кто смотрит записи, быстро, сразу же обозначаю тему, как и обещала. Пять способов ускорить результаты в танцах. Ну и, конечно, здесь я с удовольствием расскажу о предстоящем курсе, отвечу на ваши вопросы. Давайте прям сразу. Первое. Так, сейчас мне принесут мой листочек. А, я прям хочу, чтобы моя речь буквально минут 5-10 длилась по теме, а дальше перейдем к вашим вопросам. Я буду читать, что вы пишете, какие у вас есть наблюдения, да, тоже на эту тему. Вдруг кто-то из вас уже танцами занимается. Итак, ну что, начнем. Пять способов. Первый способ. Берите ручки и записывайте. Не ждать быстрых результатов. Ура! Надеюсь, я сильно вас не выбесила этим первым пунктом, потому что он максимально противоречит названию, да. Но, конечно, надеюсь, что здесь собрались все зрелые, взрослые люди, которые понимают, что никакой волшебной палочки не существует. Но есть некоторые способы мышления, да, которые очень помогают в танцах заниматься ими, как не знаю, кайфовее, удобнее и действительно не быть на самом деле очень сильно зависимыми от результатов. Что я здесь имею в виду? Не ждать быстрых результатов. И, кстати, сразу же второй пункт — это не ждать вообще, в принципе, результатов от танцев. Мне не дадут соврать те люди, которые приняли для себя такое, знаете, вот решение, просто все время ими заниматься ради танцев. И действительно, когда ты снимаешь важность вот этого вот самого понятия, результат, мне нужно, чтобы у меня быстрее все получалось, реально они приходят быстрее, проще, проще, проще относишься, да, к своим занятиям танцами, и они тебе как будто бы отвечают взаимностью, взаимностью проще приходят результаты. Многие девочки мне говорили, я когда отпустила вообще вот эту идею навязчивую, что у меня должны быть очень быстрые результаты, они реально как будто бы сами начали приходить гораздо быстрее, да. То есть, еще раз, не ждать быстрых результатов. Тем более, девчонки, мы же понимаем, да, что это танцы. Здесь всем, абсолютно всем людям нужно время. Нет особенных людей. И это не то дело, в котором ты можешь, там, я не знаю, что сделать, просто заплатить кучу денег, хотя, конечно, здесь денежная энергия тоже имеет место быть, да, чем больше ты вкладываешься в свои занятия, тем, там, больше ты занимаешься, тем больше практики, тем больше результатов. Но, все равно, каждый из нас заложник развития своего тела, тела физического, да, то есть, на это всегда нужно время. Вот так, дальше, значит, второй пункт, не ждать результата вообще, да. Под этим я понимаю, знаете, как вот я для себя выбрала вот такой путь. Я всю жизнь собираюсь заниматься танцами, всю жизнь их учить, учиться, преподавать людям, насколько хватит здоровья, дай бог всем танцевать всю жизнь. Так это же классно, это же классно. Почему бы всем не взять и не решить, буду заниматься танцами всю жизнь? Это же означает, что? Это означает, что ты здоровый, что у тебя, не знаю, там, подвижное тело, что ты радуешься жизни и так далее, и так далее. То есть, везде равно, если ты занимаешься танцами, не знаю, там, 40, 50, 60, 70, 80. Ну, то есть, да, есть такие люди. Дальше третий пункт, позволить себе быть не идеальной. Вот такой пункт я решила указать третьим. Как это ускоряет результат? Ну, собственно, опять же, да, мы снимаем важность вот этой погони за то, за тем, что у меня сразу должно получаться классно. Очень многие на этом, в принципе, сливаются, сгорают, заканчивают все. Эту историю. А на самом деле, если просто позволить себе быть не идеальной, позволить своему телу ошибаться, да, пока ты учишься. Но это, опять же, это вещи, которые мы, как взрослые люди, должны понимать. В любом деле это действует, и в танцах тоже. Вот, позволить себе быть не идеальной. И, знаете, я здесь еще, наверное, добавлю принять тот факт, что да, получается не сразу красиво, да, получается коряво, да, получается отстой. Я сейчас это говорю все легко и свободно, потому что именно эти слова я могла спокойно сказать о себе. И даже больше вам говорю. Это я могу сейчас тоже так же сказать про свой танец. И я знаю профессиональных танцоров, очень известных, которые точно так же, прямо не скрывая, пишут в своих блогах об этих мыслях. Это, в принципе, с каждой из нас, независимо от танцевального уровня, профессионализма, там, любительского уровня и так далее. Это у всех есть, и это неотъемлемый элемент развития в танцах. Просто принимать тот факт, что да, что-то получается хреново. Но здесь всегда мне нравится то, что ты не одна. Не надо думать, что это так только у вас. Прямо так, не только у вас. Даже если конкретно в этой задаче у вас сейчас плохо, а у другой девочки, например, которая начала с вами учиться, да, допустим, на онлайн-курсе, вы видите ее видео, например, в общем чате, вы видите, что у нее там вот это лучше, вот это лучше, поверьте, у нее есть свои задачи. И не исключено, что у нее там где-то хуже в каких-то других вопросах, нежели у вас, да. То есть еще раз, позволить себе быть неидеальной, позволить себе ошибаться, это обязательно, вот. Не надо идеализировать, это не приведет до результата, к результату. Четвертое, меньше слов, больше дела. Блин, так люблю это вообще просто. Почему люблю? Потому что вот у меня большой очень блог. Девчонки, я здесь, всем привет, я вижу, что вы добавляетесь, и это очень классно. Скоро перейду, посмотрю, что вы пишете, тоже хочу с вами пообщаться. Сейчас быстренько по теме закончу. У меня очень большой блог, и в Инстаграм получается уже 200 тысяч подписчиков, и в Ютуб 100 с лишним тысяч подписчиков. И, конечно, я очень много читаю мыслей женщин. Эти комментарии — это мысли вслух, и есть возможность их услышать. И я понимаю, насколько вот эти мысли, эти слова, это так, знаете, я не хочу их обесценить, да, потому что это, с другой стороны, здорово. Здорово, что мы можем как-то, знаете, чувствовать и это озвучивать, мы ищем поддержки и так далее. Сейчас мне обесценивание, сейчас чуть-чуть про другое. Эти слова очень сильно лишние, они мешают максимально вообще вот любое. Любые размышления, ой, я там не такая, у меня не такое тело, у вас такие ноги, у меня не такие ноги, я не знаю, там, ой, я никогда не танцевала, ой, покажите, а как двигаться полненьким, ой, можно ли там отдельное движение для тех, кому 40 лет и так далее. Девчонки, неважно, все, просто берем и танцуем, просто занимаемся, хватит, хватит вот этих, ну, это все. Все не ведет никаким результатом. Каждое мгновение, когда вы вот себе вот этот вот самоанализ устраиваете, оно только лишь вас отдаляет от результата. Но как только вы встанете, забьете абсолютно на все. Если вы видите, что вот вам показывают движения и вы хотите их повторить, просто берите и двигайтесь. Конечно, в танцах вся эта болтовня, которая сейчас вам тут устроила, про результаты, это все лишнее. А надо просто было нам с вами всем, всем просто потанцевать. Ладно, беру на заметку. Кстати, скоро, скоро онлайн-курс, будем с вами двигаться. Больше, больше слов. Больше делаем, меньше слов. И вы тогда больше просто узнаете, вы больше почувствуете, вы найдете ответы на все ваши вопросы, когда вы будете просто двигаться. Далее, пятое, наше любимое с вами, это импровизировать. Ой-ой-ой-ой, как же я буду импровизировать, я же совсем не знаю движений никаких, да? Но это надо импровизировать даже с самым маленьким количеством движений, которые у вас есть. И я сейчас говорю именно, конечно, о людях, которые занимаются танцами. Вот, например, вы посмотрели урок, или вы сходили на класс по танцам. Все, ваша задача, следующее, что сделать? Это может быть не прописано в задании. Это этика ученика, вы должны ее знать. Вот сейчас я вам ее передаю. Что вы должны сделать? Поимпровизировать, потому что тогда только тело начнет применять полученные знания на классах или из ума на урока, и вот тогда это движение будет встраиваться в импровизацию вашу. И тогда вы это почувствуете. А не только если вы посмотрели уроки, и все. И вы такие, блин, интересно, а что там у меня получается или не получается? Опять вот эти мысли. Какие мысли? Здесь все только продвижение. Включили классную музыку, которая вам очень сильно нравится, вставили наушники и подвигались. Подвигались ни одну минуту, ни две, и ни три, ни четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пожалуйста. Вот. Конечно, здесь есть еще такой момент, что, ну, я все равно скажу про видео, да, но действительно не всем подходит сразу записывать себя на видео. Сейчас, секунду. Вот. Возможно, в самом-самом начале, когда вы прям понимаете, что, ну, как-то рановато еще, лучше поучиться, ну, этого можно не делать, да, может быть, это вас сильно расстроит. И так далее. Я проходила через этот путь, меня расстраивали видосы, которые я снимала, и... Ну, я, понятное дело, не сойду с пути, да, то есть я выбрала уже танцы в своей профессии, и я это воспринимала все как честное. Честное вот это вот зрелище, в котором я вижу, что, так, это не очень, это ужасно, блин, что делать. А, понятно, так, у меня вялые ноги, мне нужно пойти на какие-то там занятия, которые их прокачают. Раз, вопрос закрылся. Ну, понятно, что дальше телу нужно время. В общем, и так далее, и так далее. То есть видео используйте в какой-то момент обязательно, чтобы в этот момент продолжить заниматься. То есть это такое прям очень классное топливо, на котором эти результаты тоже очень ускоряются. Сейчас, вот посмотрите, про импровизацию и результаты. То есть, еще раз, это действительно очень крутой рычаг ускорения результата. Получила движение, поимпровизировала, закрепила их в своем багаже. Вот. А если ты это не сделала, то ты, грубо говоря, пропустила урок. Еще один дополнительный, самостоятельный. Вот. И дальше, 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 что про видео, да. То есть на каком-то этапе это нужно подключать и тогда смотреть. О, мне здесь классно получается, да. Здесь не очень. Но вот это то, что у тебя получается классно, оно может тебя очень вдохновить и замотивировать дальше заниматься танцами. Вот. Без вот этой вот мотивации тоже может быть сложно. В общем, найти как можно больше разных таких, разных крючков, вот, которые вызывают в вас интерес для того, чтобы продолжать, да. Ну, конечно же, продолжать заниматься танцами, это тоже можно отнести к такому, ну, не секрету, потому что, ну, естественно, это все не секреты, а к такому, ну, вот, прям важному элементу ускорения результата. Постоянно заниматься. Но просто для кого-то это может звучать страшно, там, блин, ну как это, сколько-то постоянно заниматься. Поэтому я и говорю, просто отпустите это и, ну, не делайте это ради результата. Делайте это ради удовольствия. Словите там вот эти моменты, как я могу получать удовольствие, и тогда вы просто уже, ну, забьете, не будете обращать внимания, что это какой-то, не знаю, там, период должен пройти. При этом еще маленький блок, который здесь хочу сказать, конечно, в танцах понимание целей, оно тоже очень важно, да. И отношение к результату, оно также очень зависит от того, какие вы цели поставили в танцах. И оно имеет место быть. Ну, то есть первое, что здесь хочу сказать, надо понимать, что есть два вида, наверное, можно очень так грубо поделить всех людей, которые занимаются танцами, на два типа. Один выбирает профессиональный путь развития, и второй любительский. И, соответственно, конечно, у этих двух, ну, да, личностей, типов личности, совершенно должна быть разная отдача и разные ожидания от результатов. То есть у любителей ожидание результата не может быть вот такое прям вот сверхъестественное, какое-то вот все вот мне надо сразу, чтобы как у педагога. педагога, это неправильно. Да даже на самом деле и у профессионала тоже это не совсем верно, но все равно нужно понимать, что как любитель вы не будете вот так впахивать, вот так много заниматься, и, соответственно, конечно, это будет сказываться на результатах. Поэтому здесь у меня собрались, в основном я знаю, что люди, которые для себя занимаются танцами, вот, пожалуйста, вот это вот легкое отношение также перенесите в занятия и в отношении результата. Ну, а если вы выбираете профессиональный путь, да, конечно, вы, я думаю, в курсе, что здесь не подойдет, там, раза в неделю по 30 минуток. Вот. И, соответственно, цели, какие цели, да, то есть вы для себя тоже, пожалуйста, обозначьте также, например, что вы хотите. То есть не размыто просто, я хочу научиться красиво танцевать, да, а, возможно, по каким-то конкретным блокам, там, вот я хочу, чтобы у меня чуть лучше начали танцевать руки, или, там, я хочу изучить несколько классных движений шагами, там, да, я хочу научиться делать волну, вот, или я хочу пройти курс генери, не знаю, там, к марту 2024 базовый, да, или еще, ну, вот какие-то такие более понятные для себя цели, или я хочу выложить видео в Инстаграм, там, танцевальные видео, я знаю, что есть такие девушки, ну, классно к этому идти, или, например, я хочу снять танцевальные видео, там, выучить танец, хореографию, короче, в общем и целом, имейте для себя какую-то конкретику, конечно же, да, но не будьте зациклены на быстрых результатах, здесь успех только у тех, кто отпускает эту историю и спокойно занимается столько танцами, сколько на это нужно времени, да, вот, и здесь хочу еще маленькое добавление сделать, также читая комментарии людей про то, что, да, конечно, там, вот с такой фигурой это классно все будет получаться, да, я, наверное, не устану это объяснять, потому что я вижу, что все равно есть такие люди, которые думают, что это все на самом деле легко было, то, допустим, как я танцую сейчас, ну, определенный уровень, но это не так, и дело не в фигуре, дело ни в чем, дело только в том, как часто вы занимаетесь танцами, вот, и все люди разные, у всех разные комплекции тела, у всех одно и то же движение будет получаться по-разному, у кого-то удачнее, может быть, но также другое движение у меня может быть хуже, чем у девушки с другим типом комплекции, да, это вообще не имеет никакого значения, танцы абсолютно для всех, они предназначены для каждого человека на планете Земля, а не только для профессионалов, да, вот, и в них еще есть очень много-много классных эффектов, а не только какие-то регалии, там, не знаю, профессии и так далее, вот, у меня все, я сейчас посмотрю, что вы писали, если вы писали, и немножко расскажу про предстоящий курс и отвечу на ваши вопросы, давайте общаться на эту тему, у нас, конечно, сейчас с вами предстоит праздник, Новый год, многие о нем думают, вот, я это все прекрасно понимаю, я тоже, и почему решила выбрать дату 5 января, у меня выходят по маленьким, там, двум урокам в неделю, они длятся от 20 до 30 минут, поэтому это по факту никак не помешает вам продолжать отдыхать, посмотрите урок, и спокойно дальше несколько дней будете, как сказать, отмечать праздник на каникулах, в отпусках, так, сейчас посмотрю, так, кто-то пишет, есть, есть, про их вильнихт написали, хочу с вами танцевать под их вильнихт, да, прикольная тема, соответственно, а также, кстати, здесь вот начну про уроки, говорила, что уроки у меня не длинные, что еще очень классно позволяет, да, танцевать, заниматься танцами, сильно не саботировать, это то, что они не длятся час, они, почти все уроки у меня разбиты на маленькие блоки, там, по 20, по 30 минут, и это сделано, исходя из запроса моих учеников, которые занимаются именно онлайн, вот, так легче себя поднять и подвигаться, ой, сколько, 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 хочу с вами чуть подвигаться, а то, как их вильнихт, но их вильнихт, кстати, ничего такое, он-то молодец, давайте, давайте двигаться, это классно, это нужно, это дает очень много энергии и всего остального, так, кто-то здесь спрашивал, проходит уроки онлайн или оффлайн, я просто поймала себя на мысли, что тело хочет очень, а мозги загрузились, но я знаю, что вы разбудите меня, класс, мозги загрузились, а, да, вот, а то, о чем я говорила, да, меньше слов, больше дела, меньше этого анализа, самоанализа, самокритики, требования вообще, в танцах только движение, это самое классное, по-хорошему вообще отключать мозг, но там просто, там, конечно, мозг нифига не отключается в определенный момент, именно когда ты занимаешься, но там чуть другие процессы запускаются, и это очень полезные процессы, это очень классная концентрация на определенные задачи, да, и на таких участках вообще тело начинаешь просто, ну, работать, да, и, ну, это великолепный танц, это очень полезно, это как раз-таки нас разгружает от всяких разных и нехороших мыслей, которых просто весь день куча, ну, я думаю, каждый из вас понимает, о чем я говорю, да, тело хочет двигаться, тело знает, тело знает, что ему нужно, дайте ему это, так, расскажите о вашем питании, вы шикарные, вот, девчонки, я вообще уже рассказывала, спасибо большое о питании, у меня такое ощущение, что мне все-таки нужно это закрепить в хайлайт, потому что я очень часто получаю этот вопрос, и я, у меня прям недавно был прям хороший такой сториз, хороший сториз, где я прям показала, что я ем обычную человеческую еду, ну, не человеческую, звучит, вот, все как у всех, вот прям вот вообще, не знаю, даже вот если очень узко, то это вот так, но я попробую выложить, я думаю, это стоит сделать, посматривайте, дальше, завтрак, яичница, сыр, хлеб, колбаса, я пью кофе по утрам, очень люблю, в турке вареный, не знаю там правильно, это неправильно, но разумеется, я люблю это очень, вот, обед, суп, салат, макароны, котлеты, ну, то есть, вот дальше, я думаю, вы понимаете, что дальше, на ужин, то же самое, какие-то перекуски, какие-то бутербродики, десерты, не знаю, очень люблю, почему нет, тортик съесть, конфетки, чай, соки, булочки, в общем и целом, не ограничиваю никак, то есть, у меня нету какого-то специального, особенного питания, вообще, и режима тоже, ну, режима на самом деле, к сожалению, мне кажется, все-таки режима, это хорошо во всем, далее, ой, так, что-то у меня, добрый вечер, всем добрый вечер, вот, тему сейчас, хорошо, мне кажется, я раскрыла, да, кто только подключился, сохраняю эфир, посмотрите, очень там, такие, мне кажется, важные моменты, которые нужно для себя понимать, когда учишься танцем, я просто знаю, что это не все понимают, и вот из-за этого, и мне люди очень много расписали, блин, слушайте, как классно, вот если бы мне преподаватель по танцам сказал это там когда-то в лохматом году, так я бы, наверное, и не бросила, ну, там какие-то такие вещи, я уже не помню, и вот когда ты такое читаешь, ты понимаешь, насколько важно, ну, с людьми делиться, вообще, отношением к этому всему, возможно, это так будет полезно, да, некоторое просвещение, вот мне очень нравится, вот такое понимание, вот такое понятие, этика ученика, туда очень много чего входит, прямо очень много, здесь я сейчас вообще не рассказала, наверное, не знаю, 80%, ой, да, не знаю, сколько тут, мало очень, так, сейчас прочитаю, спасибо большое, что читаете мои мысли, очень приятно, остановилась в инсте на вашем танце, очень понравилось, и хочу видеть и танцевать с вами, даже за рулем, когда занимаюсь флористикой, спасибо огромное, слушайте, а, кстати, вот такие увлечения, или если это профессия, да, как флористика, или что еще, недавно обсуждали, а, кондитерское занятие, да, дело, вообще, все, что имеет такой элемент творчества, это настолько похожие процессы, то есть, там же тоже идет вот эта вот фантазия, эксперимент, гамма, формы, разнообразие, вот все эти элементы, они, конечно же, тоже присутствуют в процессе обучения танцам, как в создании коряжек, связок, да, так и в получении, там очень классно запускаются эти процессы, и, ну, блин, да, понятно, мы все выбираем для себя то, что ближе, да, но очень классно заниматься всем, блин, хочется так жить, чтобы успевать заниматься всем, и пением, и музыкой, и цветами, и печь, и танцевать, и рисовать, и вообще все, вот, далее, я тогда буду потихонечку рассказывать про курс, если у вас будут тоже вопросы, пишите мне, мне хочется очень длинный урок делать, итак, смотрите, вот есть люди, которым нравится, как я танцую, да, здесь, наверное, таких очень много, вам огромное спасибо, что подписались, и что заинтересовались, и, как я понимаю, многим хочется тоже учиться танцевать, и хочется учиться танцевать у меня, вот, и я считаю, что это очень круто, что есть именно пошаговый курс с нуля, а это с нуля, это, знаете, это скорее, это как относится и к тем людям, кто вообще никогда танцами не занимался, так и к тем людям, кто хочет начать заниматься у меня, то есть это, как бы, про мои танцы, да, но я сейчас говорю именно не о какой-то там собственности, да, потому что я тоже ученик этого мира, я тоже ученик многих учителей, да, и, конечно, элемент моего есть, но все равно это также некоторый сборник опыта моего большого прибольшого, ну, так вот, соответственно, я создала именно пошаговый курс, который прям каждый урок, он разбирает, да, для вас именно с нуля, азы моего танца, и вот всем рекомендую этот курс, я его, получается, буду запускать конкретно его третий раз, до этого я вела тоже очень много онлайн-курсов, но они все были, знаете, как они были по темам, они были для новичков, но не каждый мог в него попасть и, так скажем, ну, прям вот, знаете, вот с самых азов начать, а здесь получается прям с самого простого, и вот, наверное, со следующего года я уже его буду, ну, а, соответственно, он, получается, запускается раз в три месяца, и следующий запуск этого курса будет либо в марте, либо он будет уже в доступе таком для самостоятельного обучения, да, я дальше просто буду еще рассматривать, как что делать, короче, к чему я, к тому, что вот в этот раз будет последний раз, когда я буду именно давать обратную связь, где есть такой вариант взаимодействия, дальше он будет только для самостоятельного обучения, а я, соответственно, буду уже снимать новые курсы для продолжающих, для тех, кто этот курс отсмотрел, вот, поэтому, если вы хотите, чтобы мы вместе взаимодействовали с вами, да, в этом курсе, то подключайтесь уже в этот раз, это получается у нас второй вариант, да, второй тариф, но так или иначе, получается, да, два тарифа, есть первый, где вы просто сами смотрите, да, он стоит 9900 рублей, это цена до 1 января, до 31 декабря, не помню, в общем, немножечко ограничен у нас, да, срок по этой цене, и, естественно, вы также можете воспользоваться рассрочкой беспроцентной, то есть можно оплатить в три части, или даже больше частей, там, за 790 рублей в месяц получается беспроцентная рассрочка, в этот тариф входит именно доступ к урокам, уроки находятся на платформе GetCourse, вы можете скачать приложение, и вам на почту придется, прям, видеоинструкция, как за так, чтобы моя онлайн-школа была прямо у вас в приложении, тогда вам не придется заходить постоянно в письмо, вводить пароли и так далее, и все, у вас будет курс прямо в приложении, в телефоне, зашли, посмотрели, вот, уроки туда подгружены через плеер YouTube, это очень тоже удобно, вот, соответственно, там будет 12 уроков по разным темам, они на сайте указаны, вот, вот вы занимаетесь, и все, дальше, в общем-то, вы свободны, и это не онлайн, то есть я не выхожу вот так, да, и все, если вы не попали, вы не попали, а это вы сможете смотреть в любое время, когда вам комфортно, включить это в свой график, вот, соответственно, сам курс длится два месяца, в неделю по два урока будут выходить, да, и дальше у вас будет доступ еще к этому курсу месяц, если вы захотите продлить доступ, вы сможете оплатить 2000 рублей, по-моему, это продление на месяц, да, ну, а, или, или, например, перейти уже на следующий курс, на втором тарифе стоимость 2900, там будет у вас, добавок к этому курсу, еще один курс, как танцевать на вечеринках, он отснят вертикально, его можно прям на телефоне смотреть, ну, короче, в принципе, с любого устройства можно смотреть любое видео, и там идут именно разборы по разным темам вечеринок, точнее, знаете, как по музыкальным направлениям, посчитала это важным, то есть, либо это техно-вечеринка, либо это армби-вечеринка, либо это поп-вечеринка, либо это вечеринка ретро, ретро это тоже очень популярно, дип хаус, ну и так далее, по-моему, все, еще один, еще один, еще один, не помню, и также здесь будет моя обратная связь и чат с девчонками, то есть, в первом тарифе чата нет, вы просто спокойно занимаетесь, и так далее, да, а здесь, если вы хотите интерактивы, если вы хотите вот именно такой объединенной группы людей одной задачи, то для вас подойдет именно второй вариант, и там я буду смотреть ваше видео, как вы станцевали, буду вам помогать, направлять направки, какие-то, да, направлять на, в принципе, направлять, показывать, над чем стоит поработать, также указывать на ваши достоинства, потому что часто мы, девочки, к себе очень критичны, и узнать о достоинствах очень важно в начале пути, то есть, если вы о них не узнаете, то, возможно, вы просто поставите крест на обучение танцам, вот, ну, то есть, либо сами, пожалуйста, находите это обязательно, да, не нужно говорить, все плохо, все равно что-то у вас природы заложено красивого, у каждой из нас, вот, соответственно, также вы будете вносить эти правки, и будете видеть, как ваш танец изменился, я уже очень много лет это делаю, и это подобно индивидуальному занятию онлайн, да, только здесь вы посмотрели меня вот так же на экране, выполнили задачи, и прислали мне видео, ваше видео, без вашего, так скажем, разрешения, никто никуда не выкладывает, только для нашей с вами работы, и что еще, а, и там будет еще у нас с вами новая хореография, которую я сниму актуальную, именно в момент, когда уже подойдет время к разучиванию хореографии, да, то есть сначала мы хореографию не учим, то есть вы учите какие-то связочки, отрабатываете непосредственно упражнения на разные группы мышц, на разные темы, я сторонник того, что человеку с нуля не нужно сразу учить хореографию, ему сначала нужно освоить базу, поэтому вот такой курс классный, и, а дальше я сниму для вас новый классный урок, это будет скорее всего в формате онлайн, вот так, в записи, также он будет, и, соответственно, с вами со всеми выучим уже новую какую-нибудь классную связку, хореографию, а также, 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 что будет еще, по-моему, вот это все, но это самое классное, самое главное, так, сейчас посмотрю вопросы, девчонки, кто спрашивает про стоимость курса, про разные какие-то вещи, все, пожалуйста, есть в ссылках, вас очень прошу, вы же умненькие, вы же не ленивенькие, вы же знаете, что можно зайти, посмотреть по ссылке, а знаете, это вот просто тоже, представляете, танцем учиться, это сколько требует вообще, да, непосредственно, ну, действий, встать, включить, постоять еще какое-то время, подвигаться, да, ну, то есть ссылку найти, изучайте, пожалуйста, очень внимательно сайт, там прям все написано, практически, ну, понятно, что могут быть вопросы, но, старайтесь на такие основные вопросы, найти ответы, так, и завтра, знаете, что я вам покажу завтра, завтра я вам покажу видео, которое мы сделали с девочками прошлого потока, наконец-то настанет этот момент, там будет связочка, она маленькая связочка, которую они выучили по одному уроку, то есть это не за весь курс они выучили, потому что они много чем занимались на курсе, а это просто вот та связка, которую все выучили, и мы смогли сделать калаш, вот, я завтра вам покажу, там даже я выбрала девчонок победителей, вот, но это все было по желанию, еще раз, да, чтобы вы не боялись, что с вами тоже сделают такой калаш, там когда-то выложат, вот, так, давайте посмотрим, не пропустила ли я вопросы, если есть вопросы про курсы, спрашивайте, а также, кстати, вы можете внести предоплату, 3000 рублей в данный момент, да, и потом уже внести оставшуюся часть до начала курса, тоже здорово, очень, так, скажем, закрепив за собой место, по-моему, вопросов расскажите о вашем питании, это уже было, я, кстати, подстриглась, постриглась, у меня вот такая челочка теперь, но единственное, что у меня пушок, более такая драная история, так, вот был вопрос, подскажите, пожалуйста, какой у вас рост, курс онлайн, да, вот в данный момент предстоит курс онлайн, то есть, но там, знаете, как там, если быть совсем правильно, но вообще онлайн, это когда вот сейчас мы с вами общаемся, да, я сейчас здесь онлайн, там это просто формат интернет, обучение, и там видео уроки, они записаны, потому что большинство из тех, кто занимается у меня, это люди взрослые, занятые, и они все равно будут смотреть видео, что в записи, тогда, когда им удобно, вам, то есть, поэтому формат вещания танцевального, вот таком вот онлайн, да, здесь сейчас, он, ну, на какой-то момент, прям на паузе, на долгой паузе, вот все все равно смотрят тогда, когда надо, ну, хорошо, тогда я записываю уроки в студии, ну, не все, конечно, да, но так или иначе, я просто, понимаете, еще записанные уроки, у них лучше качество, вот, а когда ты в прямом эфире, да, здесь портится очень качество, и, ну, короче, в общем, я от этого ушла. Рост у меня 163, для заказчиков, работодателей, кастингующих, 165, а на каблуках 171, вот, потому что я танцую на каблуках 11,5-12 сантиметров в основном, но, да, я не высокого роста, поэтому, знаете, вот иногда вот комментарии такие, да, она еще и высокая, то есть люди прям, они прям утвердительно пишут, я много читаю таких комментариев, которые, вот, люди пишут, а они даже не понимают, что они заблуждаются, и это касается не только хейта, это вот таких простых вещей, ну, в общем, ладно, я понимаю, что просто камера, она же, она же искажает, вот, и, кстати, как искажает, так и улучшает, ну, в смысле, она может ухудшить ситуацию, а может улучшить, об этом, кстати, тоже стоит знать, и знать, как выигрышнее смотрится твое тело, одежда при, вот, съемках, там очень много факторов, расположение камеры, освещение, одежда, ну, и так далее, и так далее, и, кстати, вот поэтому, допустим, вы снимаете видео, да, себя на видео, и вам там что-то не нравится, имейте в виду, что вполне может быть, что-то вот вообще не о вас, а вот о том, что я перечислила сейчас, что, так, шикарное, спасибо огромное, я тоже думала, что ваш рост, ваш рост минимум 170, ну, вот такие пропорции, не жалуюсь, да, поэтому так кажется, даже вживую, когда я работал на сцене, люди думали, что я высокая, вот, а какой вес, можно узнать, пожалуйста, да, вес 45 килограмм, и он не меняется, так, ну, может быть, 48 иногда, 47, 48 редко, на самом деле, еще, знаете, тоже, я не знаю, я об этом говорила, такие сообщения пишут людям, а покажите что-нибудь для полненьких, так, а как я покажу для полненьких, ну, то есть, как я могу показать, как двигаться полненькой девушке, но вопрос-то не в этом, а в том, что тут два варианта, либо нужно идти к педагогу твоей комплекции, и он уже непосредственно сам изучил, как выигрышно двигается тело, да, такого плана, либо просто учиться танцевать у человека, который тебе нравится, как двигается, как он чувствует музыку, получает движение, и искать форму этих движений, которые подходят твоей комплекции, вот так правильно мыслить, или а как двигаться тем-то, а как двигаться там-то, а как двигаться в длинном платье, ну, то есть, блин, ну, нет, это, конечно, прикольно всякие разные такие курсы создавать, да, но мне, как вот человеку, да, из профессионального мира, мне уже стало иногда, знаете, как-то так, ну, хочется отвечать просто одним текстом, просто занимайтесь там, танцами, все, просто учитесь двигаться, учитесь чувствовать классную музыку, в этой одежде, в той одежде, в этом теле, в этом росте, в этом весе, в этом возрасте, да, по барабану, вообще, просто пофиг, просто танцуете быстрее, это, вы быстрее все поймете, опять вот это про этот пункт, где он, меньше слов, больше дела, вот будешь ждать теперь, когда кто-нибудь снимет, как танцевать, тем, кому 40, и потом будет уже 50, и будет 60, и 70, и 80, а танцев так и не было, потому что никто не снял, как танцевать в 40 лет, так в 40 лет танцевать, как ох, как можно, и любые танцы, сейчас просто полно выбора, а мои-то вообще, тем более, у меня, кстати, в основном учатся женщины 35+, и среди них есть кому 40, кому 50, кому 60, кому 30, кому 25, какая разница, вот, выговорилась, высказалась, про это говорят многие, что танцы, это мощный инструмент, это очень мощный инструмент, я вот, правда, не помню, про что именно про это, но, скорее всего, про все, естественно, да, это, ну, я просто поняла это в один момент, когда я себя вытащила из очень-очень нехорошего состояния, которое я могу обозначить как, ну, знаете, такое, ну, это похоже на дно душевное именно, вот, да, вот у тебя есть вот внутри душа, да, и вот это так больно там, что ты просто валяешься, на полу плачешь, потому что, ну, вот, все, и что поднимает, блин, у меня же там танцы есть, вот, ты встаешь, идешь, танцуешь, и все, ну, вот, как тогда не говорить, что это не мощный инструмент, очень мощный, классный, так, ну, что, мои дорогие, есть, что у нас получилось, такой мини-эфирчик, подскажите, а доступ к урокам, дается, на какой вопрос, нет, подожди, вроде идет, так, меня слышно, пожалуйста, напишите, слышно ли меня, я все сейчас прочитаю, девочки, поставьте, пожалуйста, плюсик, у меня немножко отключалось, надеюсь, все пройдет хорошо, про доступ к урокам, смотрите, на первом тарифе, онлайн-курсу, 12 шагов к красивому танцу с нуля, там получается доступ, у вас будет 3 месяца, уроков 12, они длятся по 20-30 минут, 3 месяца, чтобы освоить 12 уроков, как учитель танцев, говорю вам, если вы хотите, если это с нуля, то это даже очень много, потому что с нуля, не надо, чтобы было много времени проходило, оно иначе, вот вы позанимаетесь один раз, оно может прям все убраться, улететь, если вы в следующий раз позанимаетесь только через 2 недели, вот когда вы только начинаете, пожалуйста, дайте телу вот эту регулярность, поэтому 3 месяца, это даже много, повторюсь еще раз, вот это навсегда, да, есть такая категория людей, которые, допустим, посмотрят эти уроки без вот этих рамок, но их меньшинство, и я такая же, да, я могу посмотреть, а могу не посмотреть, иногда вот эти вот сроки, они меня хорошенечко так подбивают, в танцах это обязательно, дальше, конечно, эти уроки находятся на платформе, которая, я и фиг его знаю, там, будет она работать навсегда, или навечно, или не будет, да, эта платформа, она не просто существует, то есть мы ее оплачиваем, у меня работает команда, которая, чтобы вы посмотрели этот урок, работают люди, да, и разумеется, это все оплачивается, поэтому это есть определенный срок, да, когда вам нужно посмотреть этот курс, мы стараемся не жестить, то есть здесь, получается, три месяца, да, на втором тарифе четыре месяца, ну и, соответственно, также, если какие-то курсы появляются новые, там, мы даем доступ два-три месяца и более, ну или вы можете всегда вот за какую-то небольшую сумму, там, две тысячи, но пока посмотрим после Нового года, какие варианты еще появятся, продлевать, ну вы же танцами хотите заниматься, это определенная энергия, да, которую вы получаете, значит, получается, должен быть равнозначенный энергообмен, вот, так, потому что, вы знаете, вот оффлайн-класс, например, ты оплатил класс, ты пришел, ты забрал и ушел, ты же не забираешь это все вот с собой навсегда, педагога и так далее, да, и почему это классно работает, потому что нет вот этого вот, а, я посмотрю тогда-то, тогда-то, ну тут, конечно, в онлайн это удобно, с одной стороны, но с другой стороны, здесь есть свои подводные камни, поэтому все хорошо, не переживайте, ну, настраивайтесь на то, чтобы заниматься, девчонки, а не на то, чтобы купить, и там когда-нибудь, что-нибудь делать, да, вот, а тут еще был вопрос, так, подключения до, быстро идут, что я не успеваю, если плохо, если не знаешь, куда идти, все-таки, все такое говорят, рисовать и танцевать, мощные инструменты, ну да, это, кстати, похожее вообще занятие, но для мозга, да, в определенных участках мозга, это одно и то, один и тот же процесс, тем более, даже если посмотреть, хореография, это же в переводе с греческого, рисую, танец, по-моему, если не ошибаюсь, да, мы этим и занимаемся, когда мы создаем связку, мы рисуем, по факту, только движением, так, про доступ сказала, так, спасибо большое за вопрос, очень хороший, про поддержку, давайте, смотрите, на первом тарифе, у вас будет поддержка, моя поддержка, гид-курс, моих администраторов, да, то есть, если у вас что-то вдруг случилось, не включается урок, ну, всякое бывает, это, да, технологии, они, мы им должны сказать огромное спасибо за то, что они есть, они помогают нам заниматься танцами, онлайн, там, да, даже там из других стран люди могут оплачивать, да, благодаря этой платформе, ну, и так далее, и так далее, и, конечно, мы очень сильно рассчитываем на ваше, ну, некоторое понимание, то есть, иногда может быть такое, это редко, но так или иначе, вы можете написать в поддержку, или, допустим, там, какой-то вопрос по урокам, напишите, отдельные какие-то случаи мне передают, и я сама лично отвечаю, вот, и, а на втором уже тарифе там буду я с вами, прям все будем смотреть, индивидуально, вы преподаете индивидуально, девочки, пока нет, пока просто, чтобы не распыляться, и сильно-сильно не уставать, да, на все, к сожалению, это я пока не делаю, ну, то есть, возможно, возобновлю в новом году, но посмотрим, просто, уже деятельность такая, знаете, она немножечко стала, как будто бы больше, чем просто преподаватель танцев, и это все благодаря вам, потому что, в какой-то момент, столько людей, да, подписалось на блог, это же танцевальный блог, еще плюс ко всему, как вы понимаете, здесь все делаю с ума, и пишу тексты, и делаю рилс, и так далее, то есть, это отдельное направление моей деятельности, да, сторис, которые я тоже очень люблю, и оно тоже имеет место быть, и факт преподавания, он не единственный, ну, короче, плюс еще оффлайн-классы, и, сами понимаете, хочется всегда, ну, хотеть, хотеть танцевать, тут тоже бывают моменты, когда ты, блин, не хочешь танцевать, что делать, ну, конечно, можно просто остановиться, этого, кстати, не стоит бояться, если вдруг вы такое ловите, не думаете, что, ну, блин, ну, Гюнель же всегда, наверное, хочет танцевать, ну, все, тогда танцы, это не мое, нифига, такое тоже может быть, не хочу, блин, не хочу слушать музыку, не хочу танцевать, вот, надо просто спокойно переждать этот момент, значит, нужно перезагрузиться, далее, про поддержку сказала, поддержка будет, прям в гид-курс приложения, можете свой вопрос писать, угу, супер, хорошо, так, если я вдруг не упустила вопрос, это было бы замечательно, в смысле, если я вдруг упустила, то извините, но надеюсь, нет, плюсик, меня хорошо слышно, ну, что ж, дорогие друзья, в целом, у меня на сегодня все, я очень рада, что вы были, жду вас всех на танцах, онлайн в данный момент, да, потому что онфлайн уже у нас нет мест на классах, кстати, они очень быстро разбираются, и это тоже очень приятно, в будущем году я буду также внимательно рассматривать варианты проведения классов, так, чтобы больше вас помещалось, и вообще, может быть, больше чаще классы проводить, да, вот, ну, а в данный момент я вас жду на онлайн, курсе, ссылку стараюсь часто закреплять в сторис, там она сейчас есть, также есть в ссылках, прям видно онлайн, курс для новичков, пожалуйста, переходите, подключайтесь, увидимся с вами в январе, будем танцевать, я желаю вам всем, чтобы в новый год вы вошли танцующей, огненной, роскошной, уверенной, грациозной, сексуальной, прям вот, год дракона, да, это, кстати, мой год, вот, так что, прям, давайте врываться в него, и всем, конечно, желаю большого счастья, здоровья, и еще раз танцев, много-много танцев, все, пока!